Трек 1. Разрыв цепей. Автор сценария и продюсер Джеранима Лопес Солдивор. Сегодня я представляю вам в рамках курса Я миллионер, миллионерша, модуль под названием Разорвать цепи, чтобы родиться заново, поэтому я приветствую вас, надеюсь, что вам понравится содержание, которое призвано помочь вам. Давайте начнем. Слушайте музыку на заднем плане, слушайте, как одновременно слова, которые звучат в ваших ушах, расшифровываются вашим мозгом, осознавая сложный процесс визуализации, происходящий в вашем сознании. Обратите внимание на чудо процесса общения и на то, как серия звуков, исходящих от слов, преобразуется в вашем мозгу в образы, образы, которые принадлежат только вам, которые только вы способны визуализировать особым образом, что означает, что эти воспринимаемые образы – ваша собственность, и поэтому вы – строитель, который строит свою собственную вселенную по своему образу и подобию. Почувствуйте в то же время, как ваше тело дышит самостоятельно и как ваше сердце бьется гармонично и автоматически, это работа вашего подсознания, это ощущение жизни, и как живое существо вы понимаете, что вы можете двигаться для себя, а не для кого-то другого, поэтому каждое ваше движение порождается в вас, а там, где есть движение, всегда есть изменение, что означает, что каждое изменение также порождается в вас. Осознайте, что вы живы, и что вы также являетесь чудесным разумным существом, осознающим это, которое прекрасно функционирует, и благодаря этому вы в состоянии использовать по своему желанию величайшее чудо, величайшую драгоценность вселенной, известную человеку, которая является ваш мозг. Подумайте на минуту, сколько миллионов лет эволюции и изменений потребовалось для того, чтобы вы, как живое существо, смогли наслаждаться своим мозгом сейчас, в этот момент, осознавая с помощью мысли, что это так. Вы чудо природы, вы также уникальны и неповторимы, потому что только вы можете быть собой, таким, какой вы есть, и никогда не было и не будет никого похожего на вас, поэтому воспользуйтесь уникальной возможностью, которую дает вам вселенная, чтобы действительно быть самим собой. Попробуйте быть собой из себя, из своего внутреннего Я, из своей глубочайшей близости, где есть только вы, делайте это в движении, которое возникает изнутри наружу, а не из идей, концепций, моды или социально принятых форм, которые вы получаете извне. В противоположном движении извне-внутрь, помните, что вы являетесь собой для себя, то есть отдайте себя себе и наслаждайтесь этим. Также считайте, что только когда вы будете самим собой, вы сможете понять себя, узнать, чего вы действительно хотите, и таким образом, принимая свое самое сокровенное Я как точку. От счета, вы сможете принимать лучшие решения, то есть те решения, которые лучше всего подходят для вас. Если вы смотрите это видео и зашли так далеко, то это потому, что вы уже приняли решение стать миллионером, стать лучшим человеком, которым вы можете быть, поэтому именно в этом состоянии сознания желания произвести желаемые изменения, я предлагаю первый когнитивный конфликт, который я призываю вас преодолеть. Я объясняю, что когнитивный конфликт возникает, когда субъект получает информацию или опыт, которые не согласуются с его идеями и предубеждениями, и поэтому не может просто интегрировать их в свои когнитивные схемы. Другими словами, когда вы получаете новое знание, вы ставите его в конфликт совсем ранее интегрированным, со столпами и основаниями, которые поддерживают ваше знание. В этом конфликте, если новое знание достаточно мощное, последовательное и сильное, то оно наложится на предыдущие концепции, которые выступали в качестве опорных столпов, чтобы заменить их, и, исходя из этого, быть в состоянии продолжать строить знания. Спросите себя, что мешало вам стать успешным миллионером, которым вы всегда хотели быть. Я могу быть очень прямым и сказать вам, что единственным, кто виноват в том, что это не так, всегда были вы. И после того, как я сказал вам так резко, как сказал, я уверен, что ваш ум сначала принял это как таковое, заставив вас даже чувствовать себя виноватым через принятие со стороны вашего ума, возможно, предполагаемое, с большей или меньшей неохотой, возможно, с большим или меньшим сопротивлением. И я поясняю, если вы так подумали, то это потому, что в этом утверждении вам не дали возможности понять, почему вам лишь предложили ситуацию, которая в логическом смысле имеет логику, а она имеет логику потому, что со скоростью, с которой работает ваш мозг, вы связали это предложение с целой нейронной вселенной взаимосвязей, которые сделали это возможным. Расстаньтесь с чувством вины, которое возникает из ваших идей, созданных только вами, потому что вы понимаете, что вы свободны быть тем, кем хотите быть, потому что если вы верите в это, то так оно и есть. Но в этот момент я спрашиваю вас, действительно ли вся эта взаимосвязанная нейронная сеть является вашей? Задумайтесь на мгновение. Что касается физической части, позвольте мне объяснить, нервная система позвоночных животных состоит из длинных отростков нейронов, которые соединяются друг с другом. Эти проводники называются аксонами, они возникают из самой тела нейрона, поэтому эта сложная сеть – ваша. Но также имейте в виду, что в этой нейронной сети также находятся концепции, основы вашего знания, которые закреплены и связаны, чтобы сформировать ваше видение, ваше. Восприятие мира, ваши идеи, ваши мысли и это, хотя это ваше, также не является вашим, потому что это вы построили это так, как вас учили делать это, и вас учили делать это, создавая, во многих отношениях, эпистемологические препятствия. Давайте посмотрим, что это за эпистемологические препятствия. По словам Гаттона Башелара, французского философа, 1884-1962, препятствие – это привязанность, которая мешает продвижению науки. Другими словами, в процессе развития знания, ошибки, предрассудки, мнения учителей, друзей, вашей собственной семьи, вашего социального круга передаются получателю, и эти ошибки, предрассудки, мнения, в конечном итоге, становятся вашими собственными эпистемологическими препятствиями, которые во многих случаях вы также передаете другим, как свои собственные. Таким образом, эпистемологическим препятствием является все то, что в человеческом духе или разуме мешает рациональному построению объекта, мнения, предрассудки, простое чувственное восприятие объекта, суждение по внешности или непосредственное и нерефлексивное. Сколько раз бывает так, что учитель получает новую группу новых учеников, учителя предыдущего года делают замечания новому учителю, будьте осторожны с этим молодым человеком, он такой-то и такой-то, и ведет себя негативно, и этим ученик отмечен, закован в корсет эпистемологических барьеров для тех, кто по своей профессии должен стремиться помочь своим ученикам сломать их и освободиться от них через знания, использование разума и интеллекта. В этом смысле важно отметить, что общие образовательные потребности, это потребности, общие для всех людей. Этот тип потребностей состоит из обучения, необходимого для развития личности и социализации. И эти потребности, я спрашиваю, кто их определяет, на основе каких критериев? Или в чьих интересах в данный исторический момент, чтобы эти предопределенные потребности были именно такими, а не другими? Сколько раз мы слышали в новостях или читали в газетах, что система образования не отвечает потребностям рынка? Многие компании уже много лет требуют новых профессиональных профилей, чтобы конкурировать на все более динамичном и конкурентном рынке. Исходя из всего этого, логично также спросить себя, если я, таким образом, мыслю в ключе власти, то именно власть меня воспитала? Факт созерцания, размышления о себе, о реальности вещей, которые сосуществуют в этом существовании, и из этого движения, возникающего в уме, прийти к вопросу, почему? Именно это послужило причиной рождения философии, любви к мудрости, причем таким образом, что выводы из этих размышлений, по мере того, как они вставлялись в универсумы взаимосвязанных сложностей, имели тенденцию конкретизироваться и согласовываться в наборе концепций о принципах и причинах человеческого бытия, а также о том видении, которое он должен иметь о том, что такое мир, и о способе понимания реальности, которое окружает его, Вселенную или его самого. Ни одно общество не избежало этого стремления к исследованию через разум, Т.Е. ни одно общество не смогло создать, с точки зрения конструирования, свои собственные философские системы и мысли. Таким образом, способ передачи этих знаний, смысловых конструкций, через письменные тексты, через устную, иконографическую, символическую передачу, является в определенном смысле способом воспроизводства форм. Поэтому, если вы хотите перемен в себе, а чтобы эти перемены произошли, они должны начаться с вас. Первое, что вы должны сделать, это признать себя тем человеком, которым вы хотите стать с этого момента, разрушив все барьеры или цепи, которые мешают вам это сделать. Короче говоря, речь идет о том, чтобы вы смогли окончательно порвать с тем убогим мышлением, которым у вас учили, и о котором я вам говорю, которое не позволяло вам до сих пор достичь того состояния успеха и процветания, которого вы так сильно желали в своей жизни, и которого, как вы знаете, вы заслуживаете. И в то же время, я также говорю вам, что этот тип предполагаемого плохого мышления, не более чем просто созданные мысли, и поэтому они также могут быть отброшены вами. Это стиль мышления, который может быть изменен в любое время. Вы просто должны захотеть и сделать это. Суть в том, чтобы принять решение постоянно менять свое мышление, пока вы не превратите его в реальность, в вашу реальность, в вашу вселенную, где вы сознательно предполагаете, что вы – строитель. Вы можете начать с того, что перестанете обвинять в своей нынешней ситуации других людей, или прошлые обстоятельства, или государства. Полностью забыть о стремлении жить на зарплату, которой хватает только на выживание, и переходить на работу, чтобы продолжать работать на то же самое. Полностью забыть о стремлении к тому, чтобы субсидии и экономическая помощь оставались на прежнем уровне. Поймите, что изменения, которых вы хотите, прежде всего, в вас самих. Изменения, которые в конечном итоге подразумевают, что вы сможете создать условия для того, чтобы построить себя, речь идет о том, что вы сможете родиться заново, чтобы породить свое «Я» миллионера. И именно в этот момент вы готовы к тому, чтобы увидеть и понять следующий модуль, потому что все, что было рассмотрено до сих пор, уверяю вас, не более чем верхушка айсберга. В следующем видео или теме курса, чтобы стать миллионером, я покажу вам, как родиться заново, а в следующей теме я покажу вам, кто такой ваш миллионер, и как его построить. Если вам понравилось, как я пишу, я также приглашаю вас посетить и изучить мои бесплатные аудиокниги юмора, в которых вы испытаете преимущество смехотерапии с уверенностью, что вы будете смеяться, и которые вы можете найти на моем канале. Приветствую вас и благодарю за просмотр этого видео.